Французских старшеклассников будут обучать биткости. Министерство образования Франции представило новый план обучения, согласно которому старшеклассникам расскажут о биткоине и влиянии криптовалют на экономику страны и мира. Согласно документу, представленному чиновниками, учителей обеспечат тремя образовательными видеороликами, в которых будут рассказываться такие вопросы, как является ли биткоин валютой будущего и может ли биткоин заменить евро, а также вопрос доверия к национальной валюте. Это должно помочь французским школьникам получить базовые знания о криптовалютах и их роли в традиционном финансовом мире. Чиновники отмечают, что это лишь ознакомительный курс, так что старшеклассники получат самые базовые знания о цифровых валютах. Ранее сообщалось, что 25 тысяч магазинов и 30 брендов во Франции, включая Boulanger, Footlocker, Decathlon, Conforama, Mason Dumonde, Naruto и Sephora, со следующего года будут принимать оплату в биткоинах. В Госдуме обсуждаются поправки ко второму чтению законопроекта о цифровых финансовых активах. В Госдуме обсуждаются возможные поправки в законопроект о цифровых финансовых активах, согласно которым иностранные цифровые финансовые активы, ЦФА, будут допущены на зарегистрированные в России криптовалютные биржи. Под ЦФА подразумевают аналоги долговых расписок, облигаций и прав участия в капитале. Другими словами, речь идет о токенах, хотя самого термина токен в законопроекте нет. Ранее к данной категории относились и права на блокчейне, включая имущественные, но впоследствии определение решили изменить. Теперь оператором по обмену ЦФА криптовалютной биржей может быть не только банк или организатор торгов, а любое юридическое лицо, имеющее определенный минимальный уставной капитал и чистые активы на сумму 50 млн. рублей и более, а также соблюдающие все установленные законом правила. Согласно текущей версии документа, операторы смогут проводить сделки купли-продажи цифровых активов, в том числе сделки с цифровыми финансовыми активами, которые эмитированы в информационных системах на основе распределенного реестра. Требования к капиталу связаны с тем, чтобы в случае возникновения непредвиденных ситуаций, связанных с потерей средств, биржа могла возместить ущерб за счет своих резервов. Интересно, что в текущей версии добавлены иностранные ЦФА, которых не было в предыдущих вариантах документа. Это может способствовать притоку иностранных инвестиций в Россию. Российский стартап имеет право разместить свой токен на криптовалютной бирже, а иностранный инвестор его купить в обмен на цифровые права, отметил глава Департамента по развитию фонда Сколкова Сергей Израилит. Вместе с этим законодатели приняли решение ввести понятие цифровая валюта, то есть совокупности электронных данных, которые используются в информационных системах и предлагаются как средства платежа, но при этом не являются официальной валютой в Российской Федерации или за рубежом. Их создание или использование в официальных системах ЦФА запрещено. Партнер юридической компании «Тексологи» Михаил Успенский обращает внимание на тот факт, что под такую трактовку может подпадать биткоин. Однако, по его словам, запрет распространяется только наоборот цифровых валют на платформах, которые будут использоваться для выпуска российских ЦФА. «В законопроекте ничего не говорится про тотальный запрет. Будем надеяться, что это осознанный выбор чиновников», – прокомментировал он. Однако, член экспертного совета Госдумы Никита Куликов все же предостерегает, что в текущей версии законопроекта может быть неточность. А законодатели подразумевают как раз полный запрет обращения криптовалют в России за пределами прошедших официальную регистрацию в Центробанке платформ. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков отметил, что текущий вариант законопроекта проходит согласование. Его принятие планируется до конца текущего года. Биткоин вошел в тройку самых популярных систем для онлайн-платежей в Италии. Бостонская исследовательская компания SamRush сообщила, что биткоин является третьим по популярности средством для оплаты онлайн-покупок в Италии. Согласно результатам исследования, биткоин стал третьим по популярности платежным средством при заказах онлайн, уступив лишь американской платежной системе PayPal и итальянскому сервису предоплаченных карт Postepay. При этом итальянцы используют биткоин для онлайн-платежей чаще, чем платежные системы Visa, MasterCard и American Express. В 2018 году рынок онлайн-покупок в Италии превысил объем в 40 млрд евро. Ежемесячно в Италии совершается 215 800 онлайн-покупок с оплатой в биткоинах, а картами American Express пользуются лишь для оплаты 189 000 покупок в месяц. Visa и MasterCard вовсе не пользуются популярностью – 33 950 покупок в месяц. Системой PayPal оплачивается 1,3 млн покупок в месяц, а картами Postepay – 1,2 млн. Напомним, что в феврале этого года аналитики лаборатории Касперского рассказали, что каждый восьмой человек в мире использовал биткоин и другие криптовалюты для совершения покупок в интернете. Кроме того, данные с платформы CoinMap показывают, что количество компаний, принимающих биткоин для оплаты, выросло более чем на 700% за последние 6 лет. Ассоциация частных банков Германии поддержала выпуск цифрового евро. Ассоциация частных банков Германии, в которую входит более 200 финансовых организаций, опубликовала документ с призывом выпустить программируемый цифровой евро. В документе подчеркивается, что цифровой евро, основанный на криптографии, должен работать на общеевропейской платежной платформе, которая будет поддерживаться монетарной политикой европейских стран. Пользователь цифрового евро, будь то человек или машина, должен быть четко идентифицирован. А это требует создания европейского, а лучше глобального стандарта идентификации. При использовании любой формы цифровых денег пользователи должны идентифицироваться по этому стандарту. Он должен быть таким же строгим, как стандарты, которым следуют банки для соответствия требования регуляторов, говорится в документе. Для того, чтобы быть конкурентоспособной, система должна быть основана на общем стандарте и валюте. Цифровая валюта, построенная на этих принципах, может быстро набрать популярность, но существующая монетарная система не должна быть подвергнута опасности. А вот частные криптовалюты, вроде Libra, легко могут стать причиной экономических и политических конфликтов, считает Ассоциация банков Германии. Также авторы документа призвали регуляторов и законодателей взвешенно подходить к регулированию цифровых активов. Отметим, что недавно министр финансов и вице-канцлер Германии Олаф Шольц выступил за создание национальной цифровой валюты, однако, по мнению парламента страны, криптовалюты не смогут стать деньгами и средством накопления капитала. Блокчейн будет применяться для проверки пассажиров в аэропортах Объединенных Арабских Эмиратов. Блокчейн-компания ZAMNA привлекла 5 миллионов долларов США для использования блокчейна и биометрических данных с целью автоматизации проверки пассажиров в аэропортах Объединенных Арабских Эмиратов. Компания заявила, что собранные средства будут потрачены на развитие платформы Advanced Passenger Information, работающей на блокчейне. ZAMNA сообщила, что уже сотрудничает с международным авиационным холдингом International Airlines Group, авиакомпанией Emirates и главным управлением иностранных дел и резидентства в Объединенных Арабских Эмиратов. По данным информационного сайта Crunchbase, первоначальный раунд финансирования был проведен при участии компаний Local Globe, Oxford Capital и IAG. Платформа компании ZAMNA, ранее известная как V-Chain Technology, предназначена для обмена пассажирскими данными между аэропортами, государственными учреждениями, а также таможенными и пограничными службами. Такой обмен данными будет осуществляться с помощью технологии блокчейна, которая поможет сократить процесс проверки документов до 90%. Представители ZAMNA уверены, что с переходом на цифровую проверку личности пассажиров, их данные будут надежно и безопасно передаваться соответствующим сторонам. Со временем этот процесс станет полностью автоматизированным и пассажирам даже не придется показывать в аэропорту какие-либо документы, подтверждающие личность. Людям также не придется проходить повторные проверки. Руководство компании ZAMNA. Кроме того, система обеспечит высокий уровень конфиденциальности благодаря особому алгоритму, проверяющему информацию о пассажире и его биометрические данные. Что немаловажно, эти данные не будут передаваться посторонним лицам. Соучредитель и гендиректор ZAMNA Ира Ария-Лахи добавила, что на данный момент авиакомпании не предоставляют точную информацию о пассажирах согласно всем правилам и требованиям. По ее словам, авиакомпаниям и государственным органам пришлось бы тратить огромное количество времени и ресурсов на проверку, кому разрешен или запрещен въезд в страну. В марте таможенная служба США заявила, что собирается использовать блокчейн для хранения биометрической информации. А в августе объявила о планах протестировать доказательства концепции на основе блокчейна для защиты прав интеллектуальной собственности. Джей Бьянкамана. Цифровые активы станут частью любого инвестиционного портфеля. По мнению Джея Бьянкамана, управляющего директора по цифровым продуктам и инновациям в State Street, уже через пять лет цифровые активы станут частью любого инвестиционного портфеля. Бьянкамана подчеркнул, что возможность токенизации позволит инвесторам добавлять менее ликвидные активы в свои инвестиционные портфели. Речь идет о недвижимости, интеллектуальной собственности и нетрадиционных активах, таких как предметы искусства. «Мы получаем все больше звонков от компаний, выпускающих токены, которые хотят предоставить свои активы для наших клиентов. Однако клиенты зачастую скептически относятся к таким активам. Торговать ими не так удобно и легко, как они привыкли», – отметил топ-менеджер State Street. Бьянкамана считает, что портфель среднего инвестора значительно изменится уже в течение пяти лет. «Если сейчас в инвестиционном портфеле обычно наблюдаются акции, товары и облигации, то в будущем значительную роль станут играть такие активы, как недвижимость, предметы искусства и интеллектуальная собственность. Если вы находитесь в авангарде, то должны придумывать новые продукты и сервисы», – заявил Бьянкамана. В конце прошлого года State Street, один из крупнейших институциональных кастодианов в мире, заявил, что не торопится создавать сервис по хранению криптовалютных активов, так как не видит большого спроса на подобную услугу со стороны своих клиентов. Китай применит блокчейн для международного финансирования. Власти Китая планируют изучить возможность использования блокчейна и искусственного интеллекта для сферы международного финансирования. Заместитель главы государственной администрации по иностранным валютам КНР Лу Лэй сообщил, что власти планируют применить блокчейн для регулирования финансовой сферы и рынка иностранных валют, а также для управления рисками. Он добавил, что организация предпринимает все необходимые усилия, чтобы новейшие технологии ИИ вышли на макроэкономический уровень. Учитывая стремительное развитие финансовых технологий, особое внимание нужно уделить управлению рисками. «Важно грамотно оценивать управленческие решения, чтобы предотвратить возможные потери и обеспечить максимальный результат», – заявил Лэй. Представитель финансового регулятора Китая также сообщил, что блокчейн сможет объединить различные инвестиционные каналы для иностранных партнеров. Напомним, что ранее глава КНР призвал ускорить развитие новейших технологий в Китае. Кроме того, на прошлой неделе Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей утвердил закон о криптографии, который вступит в силу с 2020 года. Субтитры создавал DimaTorzok